После этого он сказал, а также вера в ангелов. Слово «малайка» это множество от слова «малак». А что такое «малак»? В арабском языке это «посланный». «Посланный» будет «малак», то есть «посланный». Потому что основа этого слова «малака». То есть в арабском языке это основа «малака», то есть «амзай». То есть он послан, то есть кто-то, если говорят «малака», то есть «послал какое-то послание». То есть «послал послание», что послал, посылает послание. Так все это, что основа этого слова в арабском языке. Просто здесь убрали, что «хамзу». В основе «малака» оставили «малака», хотя вначале было как «малак». Убрали «хамзу» для чего? Для того, чтобы произносить было более легко, как это обычно делают в арабских словах. «Послал малак» и превратилось в «малак». «Во джемауга» — «малайка», а множество слова «малак» — «малайка», так? То есть «ангелы». И во множестве слов «хамза» это всплыло обратно, так? Потому что основа она есть, просто убрана для облегчения. Потому что в единственном числе он, по идее, существует. «Аль-малак джемау гумалайка» «захар аль-хамз» «ва муфрад аль-малайка» «малак» или «ахири». Так, то есть все понятно. «Иан-эль-мусалюн» — «муаккалюн». То есть кто такие ангелы? Это те, которых посылают в «аль-муаккалюн» и дают им какие-то задания. «Тем, что назначил им Всевышний Аллах из их деятельности». Давай последнее отрывы здесь читаем. Смотри, вера в ангелов является одним из столбов веры. Как ты, как называется, как ты можешь выполнить этот столб? Как ты можешь выполнить эту веру? «Тем, что ты якуну биан юмин аль-мусалим» «Тем, что мусульманин должен верить». То, что у Всевышнего Аллаха есть ангелы. Халкун мин халкухи, которые являются одними из его творений. Он сделал их так, ответственными за разного рода занятия. То есть управляют этим миром. Не имеется в виду, что они управляют сами по себе. Имеется в виду, что они делают какие-то единичные задания. То есть Всевышний говорит, иди, сделай так, иди, сделай так. Он идет, и что? Делает то, что ему задано. Да, для этого создан. Говорит, иамурухум фаянфузун. Всевышний Аллах приказывает им, и они выполняют. Говорит, бали аибадум мукрамун. Они благородные рабы Аллаха. Ла яасун Аллаха ма амараума яфалюна ма юмарун. Не ослушиваются Всевышнего Аллаха в том, что он им приказывает, и делают то, что он им приказывает. Каман айкана аннаазал джинс мин халкин ла мауджуд. Поэтому тот, кто будет убежден, что этот вид создания Всевышнего Аллаха существует. И уверуют в это. И то, что из них те, которые не сходят, что на посланников с подкровениями, доносят послание Аллаха до пророков и посланников, а потом пророки и посланники доносят до людей. Так. Тот выполнил этот столб. Так. Мин арканин иман. Из столбов веры. А если человек не знает, кто такой Микаиль, кто такой Истрафиль, что есть ангел смерти, что есть ангел ответственный за горы, за дождь и так далее, он будет верующим или не будет? Будет. Будет верующим. Понятно ли нет? То есть, смотри, есть у нас определенная минимальная часть веры в Аллаха, веры в ангелов, веры в книги, в посланников. Это минимальная часть. Если человек уверует в нее, он заходит в веру. А остальные вещи уже что являются дополнениями к его вере? Украшают его веру больше. И это приходит со знанием. Так. То есть, человек читает Коран или читает хадисы, узнает больше, больше, больше. И у него веры в ангелов становится больше. Но минимум у него уже есть, которые позволяют зайти ему веру. Говорит. Сумма баады залика якуналь иман ат-тавстылик. Аля нахл маа фастал тулакон кишарш аль арбаин. А после этого уже приходит более подробная вера в ангелов. Как я вам это упомянул в разъяснении книги 40 хадисов имама ан-науи. Якуналь иман ат-тавстылик. Это уже более подробная вера. Угады яхталифу фигин нас биха сабиль альм. В этом уже что различаются люди, смотрят знания. Так кто-то знает про ангелов больше, а кто-то меньше. Говорит. Но здесь я только хочу сказать, что выполнение этого толпа из толпов веры получается тем, что я вам упомянул. То есть человек верит, что ангелы есть. И то, что они творения Аллаха, которые выполняют некоторые из его заданий. Если человек в это верит и убежден в этом все, он становится верующим в этот толп. Дальше. А после этого уже приходит вера во все, что пришло об ангелов книги и сунни, из описаний ангелов и из их положений. Все это уже что подробная вера. Тот, кто узнает что-либо из достоверных контекстов об этом, обязан в это уверовать дальше. Но выполнение общего толпа ангелов, как веры в ангелы, будет тем, что я вам упомянул в самом начале. Понятно ли мне? То есть это уже будет что? Минимальный уровень веры. Субтитры создавал DimaTorzok